Слово «меценат» когда-то было именем собственным и принадлежало Гаю Цильнюю Меценату, древнеримскому государственному деятелю, покровителю Горации и Вергилия. Россия – широкая душа, тоже славится своими благотворителями. Имя Саввы Мамонтова знает каждый. Его усилиями были построены Донецкая и Вологодско-Архангельская железные дороги. Его имение в Абрамцево славилось как центр творческой жизни России. Мамонтов оказывал гостеприимство и поддерживал материально таких деятелей культуры, как Поленов, Воснецов, Врубель, Чайковский и Мусоргский. Другой известный русский меценат по фамилии Морозов также носил имя Савва. Он жертвовал деньги на строительство больниц, приютов, культурных и учебных заведений. Помогал нуждающимся студентам Московского университета. Только благодаря его вложениям было построено новое здание МХАТа. Нельзя не упомянуть имя Павла Третьякова. Этот тончайший души человек долгие годы собирал коллекцию произведений русских художников, а потом просто подарил ее народу. Ныне это знаменитая Третьяковская галерея – крупнейший в мире музей русского искусства. Меценат европейского толка – так называл себя Сергей Дягилев, прорубивший для России культурное окно в Европу. На протяжении 20 лет на собственные средства он организовывал так называемые «русские сезоны» – ежегодные зарубежные выступления артистов оперы и балета. Благодаря ему мир увидел русское искусство во всем великолепии. Не перевелись меценаты и в наше время. Благотворительный фонд Владимира Потанина поддерживает образование и культуру, предоставляет стипендии талантливым студентам и преподавателям из 75 вузов. Годовой бюджет фонда – более 8 миллионов долларов. Поистине великих людей рождает русская земля. Наша задача – помнить их светлые дела и донести эту память до потомков.